На выездном заседании антитеррористической комиссии в форме не только силовики. Сменить камуфляжку на привычные гастаки и пиджаки не успели руководители приграничных районов. В эти дни у них ежегодные тактико-специальные учения. Вот и на совещании конспектируют как лекции задачи, которые ставит губернатор. К первому сентября все кубанские школы должны быть оборудованы современными системами безопасности и полностью готовы к началу учебного года. Однако с этим требованием справились не везде. Отсидеться незамеченными в своем кабинете, как на последней парте, не получилось у главы Горячего Ключа. Там в некоторых школах нет новых противопожарных сигнализаций, которые срабатывают без участия человека. Дублирующая система отсутствовала. Мы заказали оборудование. В средние декабря оборудование приходит и будет смонтировано. А установлено когда? 1 октября дублирующая система будет установлена. Коллеги, а раньше никак нельзя было об этом позаботиться? Ну, стандарты поменялись. А когда они поменялись? Коллеги, вы лучше в головах, в головах стандарты меняете. Ну, другие же ваши коллеги успели. Знаете, это стандарты в своих головах и своих команд тоже. Вот надо чуть менять, чтобы они думали хотя бы чуть-чуть наперед. 1 сентября за парты сядут 600 тысяч детей. Это на 20 тысяч школьников больше, чем было в прошлом году. А значит, вопросы безопасности в учебных заведениях требуют более тщательного внимания. На совещании вице-губернатор, курирующий соцблок Анна Менькова поднимает еще одну проблему. Необходим ремонт старых заборов в некоторых сельских школах. У нас есть еще среди трех тысяч учебных заведений еще 110 у нас с дырявыми, так скажем, заборами. Это объективно, это так. До начала учебного года мы сделаем 30 гарантированно. И уже сегодня с главами мы договорились, эта работа ведется. Но остальные будем делать по мере, так сказать, поиска финансов. Чтобы снять этот вопрос, Вениамин Кондратьев поручает разработать краевую программу по благоустройству учебных заведений, в рамках которой будут приводить в порядок школьные дворы и чинить ограждения. Но не забывать, глава региона призывает и о том, что происходит за этими заборами. Есть примеры, когда буквально в 200 метрах от школы в магазинах полный ассортимент алкоголя и сигарет. Насколько далеко будет развернута такая торговля, в каждом муниципалитете зона ответственности местного главы. От подобных опрометчивых решений руководители районов Вениамин Кондратьев предостерегает. Коллеги нельзя вместе с продажей спиртосодержащей продукции продавать свою совесть. Алкоголь не может продаваться в любых магазинах, которые находятся рядом со школой. Отдельно участники совещания заостряют внимание на охране школ. Почти полторы тысячи общеобразовательных учреждений в этом году под присмотром у казаков. А вот около 600 сегодня еще под контролем ЧОПов. Они-то и вызывают озабоченность у правоохранителей. Особое внимание определить тем лицам, которые у нас сегодня охраняют учреждения. Вот так называемые ЧОПы. Потому что ЧОП это одна бабушка. И как правило в этом ЧОПе нет системы быстрого реагирования. Они не могут приехать на вызов и так далее. Обращаются, опять перекладывают все эти действия на органы внутренних дел. И кто-то зарабатывает деньги, а кто-то за них еще работает. Очень важно, чтобы уровень подготовки охранников тоже был высок. Чтобы они понимали, что происходит на мониторе. В случае чего могли нажать тревожную кнопку, понимая где она находится. И принять необходимые меры. И каждый должен знать, что ему делать для того, чтобы сохранить ту самую стабильность. От самого верха до самого низа. До обычного охранника в средней школе. Я сейчас главам муниципальных образований поручаю в каждом муниципальном образовании проведите учебу со всеми, кто охраняет сегодня учебные заведения. Со всеми. Чтобы они понимали, что нужно делать. В случае чего. За месяц до старта учебного года общеобразовательные учреждения готовы на 97%. Контрольный экзамен на обеспечение безопасности главы муниципалитетов и директора школ сдадут 20 августа. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань-24, Отрадинский район.